В одном из недавних видео я рассказал вам про артефакт. Что это, для чего и как использовать. Там на самом деле всё элементарно. Мне просто хотелось убедиться, что ни у кого вопросов не осталось. В том видео я вскользь коснулся темы модов для брони и оружия, и говорили мы о модах из артефакта. Но что с остальными модами? Где их взять? Давайте разберёмся. Привет Страж, меня зовут Джонни Лейни, это канал Трипл Вайб и... моды. Для чего они тебе и почему я решил поговорить о них сегодня? Дело в том, что уже сейчас некоторые игроки вовсю осваивают сложнейшие испытания и активности в игре. А дальше их будет появляться только больше. Например, новое подземелье, это тот самый мини-рейд на троих, станет доступно уже 29 октября. Надо же подойти к испытанию во всеоружие. Итак, где же взять эти долбанные моды, которые с таким умным видом все обсуждают? Самый первый источник, который приходит на ум, оружейник банши в банши... Оружейник банши в башне. Оружейник банши в башне. Его ассортимент обновляется ежедневно, так что действительно какое-то время вам стоит захаживать к нему каждый день после ресета 8 часов по московскому времени. И проверять, продает ли он моды, которых у вас нет. Либо можете сдать ему кучу своих оружейных материалов и получать моды из наградных энграм. Сейчас система охоты на моды стала проще в понимании за счет того, что вам не нужно хранить несколько копий одного мода. Достаточно купить или выбить нужный мод один раз, тем самым разблокировав его на всем подходящем ему снаряжении. Так что подходи к оружейнику, если можешь купить мод, покупай. Если покупка недоступна, значит он у тебя уже есть. Кроме этого, ты можешь отслеживать какие моды у тебя есть, а какие только предстоит разыскать на сайте Destiny Sets. Сайт уже не впервые помогает коллекционерам отследить прогресс собирательства, так что пользуйтесь на здоровье, ссылку в описании оставлю. Итак, моды, что продает этот экзо, это обычные моды. Кроме лавки и оружейника, они могут достаться тебе из большого количества источников. Из сундуков, наград за испытания, за поднятие рангов, из инграм и так далее. Эти моды хорошо знакомы тем стражам, что были в игре до Обители Теней и Нового Света. Это моды на резервы, на сопротивляемость какому-либо типу урона, стойке прицела и так далее. Эти моды популярны, они сыпятся где угодно. Но есть моды улучшенные, они выглядят точно так же, назначение их тоже такое же, но эффект чуть более заметный, а на своей иконке они имеют небольшой знак плюса. Вот как тут, к примеру, есть обычная легкость снайперских винтовок, а есть улучшенная. Где брать эти улучшенные моды? Точно могу сказать только то, что они могут выпасть за прохождение сумеречного налета или в режиме выживания в гарнила. Может они могут выпасть из охоты на кошмаров или других активностей, я не берусь говорить, там падают еще другие моды, о которых поговорим тоже. Но прохождение сумеречного налета, Найтфолла, короче говоря. Лучший метод фарма улучшенных модов. Выпадают они на сложности легенда, это 100%. Может могут упасть и на героя, но опять же я не проверял. Пишите в комментариях, где еще вам выпадали эти моды, может есть куда еще более простой метод фарма. Идем дальше, но сначала пара слов о спонсоре этого видео. Если у тебя нет времени на фарм, если очень хочется получить все новые пушки как можно скорее, но ты нигде не успеваешь, тогда тебе на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов. И сделают это быстро и качественно на любой платформе. Новый желанный экзот, закрытие рейдов, да даже прокачка персонажей. Все это доступно на сервисе двинг.нет. По промокоду Трипл Вайп ты сэкономишь не только нервы и время, а еще и деньги. Скидка-то 15%. Ссылка будет в описании. В последний слот брони вы можете установить еще один тип модов. Сезонный мод. Это особые моды, которые привязаны к сезону. Они будут меняться и они добываются в сезонных активностях. Сейчас у нас сезон бессмертия, если вдруг кто забыл. У меня вот не так много этих модов. Сборщик вальтаических частиц с рейда, который вешает на меня щит при собранных мною 10 частицах в рейде сад спасения. Мод добывается только на рейде и только на рейде же и работает. Защитник усилителя связи аналогично. Модификатор погибели сна. Это мой мод по жизни, но кроме того еще и хороший мод для борьбы с кошмарами в сезоне бессмертия. Он увеличивает урон по кошмарам, а добывается, как не сложно догадаться, в активностях связанных с кошмарами, например охоте. Эти моды могут быть установлены только в броню нового сезона. То есть, к примеру, вот шлем из дополнения отвергнутые просто не имеет слота под этот тип модов. Эти моды также имеют свои улучшенные версии и выпадают также в тех активностях, которым предназначены. Если вы хотите крутой мод на рейд сад спасения, вы его достанете только в рейде. Если вы ищете мод для охоты на кошмаров, вам нужно отправляться в охоту на кошмаров. Выпадают они с боссов за прохождение этапов и за открытие скрытых сундуков. Есть еще один тип модов, который тоже может пригодиться тебе. Например, вот этот, вооружение одержимых. Вот этот, вооружение улья. Улавливаешь? Эти моды со старых рейдов. Рейдов второго года. Последнее желание, истребители прошлого, корона скорби. Со всех этих активностей ты и сейчас можешь выбить эти крутейшие моды. При убийстве одержимого гранатой дает шанс пополнить резервы тяжелыми боеприпасами. Офигенно же! И они не старые. То есть, несмотря на то, что их источник это не совсем актуальные рейды из второго года, эти моды были переделаны под новую систему разблокировки. А также, они работают не только на рейде. Так что, например, у нас на луне сейчас большие проблемы с ульем. Берем вооружение улья из рейда корона скорби. И получаем силовые припасы из убитых врагов этой расы. Конечно же, конечно же, дополнительным источником улучшенных модов будет ПВП. А точнее, ивент Железное Знамя, которое, кстати, стартует 15 октября. Первое в сезоне. Продлится ивент неделю и потом появится вновь примерно через месяц. В Железном Знамени, в баннере, вы можете получить моды типа улучшенного заряжателя, револьверов, улучшенный стойкий прицел или резервы на автоматы и все в таком духе. Так что, если у вас завалялась тысяча другая знаков этого ивента, вы можете сдать их Саладину, тогда, когда он появится в башне, и попытаться выбить эти моды из наградных энграм. Про моды из артефакта сейчас говорить не буду, чтобы не повторяться с прошлым роликом про Глаз Гейтлорда. Там я назвал лучшие моды и как их быстрее получить. Так что, если есть вопросы на эту тему, пожалуйста, вот это видео, смотри, изучай. Итак, еще раз. Обычные моды падают вообще везде и покупаются у оружейника. Улучшенные моды падают в сложных активностях вроде Найтфола. Рейдовые моды и моды на кошмаров падают из активности, к которой привязаны. Моды рейда второго года продолжают работать в броне 2.0. Улучшенные моды также могут быть получены из ивента Железное Знамя или Режима Выживания в Гарниле. Такие дела. Теперь, надеюсь, у тебя не осталось вопросов, где получить моды и какие к чему относятся. Ну а я рад тебе все объяснить. В другом видео я расскажу, как работает броня 2.0. И там мы уделим внимание тому, как комбинировать моды и какие моды тебе нужнее. Не пропусти его, подпишись на канал. Спасибо за просмотр и удачи! Спасибо за просмотр!